Лето – пора отпусков. Самое время стряхнуть с себя офисную пыль, восполнить нехватку солнца в организме и зарыться ногами в песок. Традиционно жители Владивостока выбирают для путешествий страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В особенности популярны Таиланд и Вьетнам. Но тем, кто там уже был или боится попасть в сезон дождей, советуют направить свое внимание на Китай, Корею и Японию. Мы также рекомендуем нашим туристам отправиться в Шанхай, Долянь, Харбин. Тем более в Харбине прошло обновление инфраструктуры, открылся снежный комплекс закрытый, открылись аквапарки, появились дополнительные места отдыха. Шанхай – это наш тоже базовый продукт, очень интересен. И еще мы рекомендуем отправиться, конечно же, в Японию, потому что сейчас в Японии очень хорошее количество круизов, есть интересные маршруты. И тем более у нас два прямых направления – это Владивосток-Токио, Владивосток-Оссо, где стоимость достаточно привлекательная. Обойдется недельный тур в 30-40 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, проживание и завтраки. Конечно, нужно предусмотреть средства и на дополнительные развлечения. Надоела Азия? Добро пожаловать в Европу. Для современного путешественника все тропы и чартеры открыты. Сейчас популярны опять же пляжный отдых в Испании, Греции и Португалии. Однако нужно помнить, что в некоторые страны без визы не пустят. На оформление уйдет 21 день. Так что планировать отпуск стоит уже на осень. Берут круизы, когда ты можешь уже в такой комфортной погоде, еще можно покупаться и за одну поездку посетить много городов, много стран. Круизы от недели до двух недель. И при этом у тебя каждый день новая картинка, чемодан один раз разложил, один раз собрал. Такой отпуск обойдется в 50-60 тысяч рублей, не считая билетов до Москвы и трат на развлечения и шоппинг. Если таких денег нет, либо попросту нет желания оставлять отчизну, можно посмотреть на туры по Приморскому краю, не менее гостеприимному. Сегодня рынок внутреннего туризма настолько развит, что дает насладиться красотой даже закрытых прежде заповедников. В нашем крае действительно есть что посмотреть. Самые популярные сейчас места это Лазовский заповедник, остров Петрово, потому что он работает всего два месяца в году, с середины июля по середину сентября. Соответственно, каждый выходной мы туда будем возить наших приморцев. Дальневосточный морской заповедник – это тоже бренды нашего Приморского края, где море прогревается, где это самый южный участок, где красивые могильные сосны, чистенькая водичка. Все тоже приморцы хотят это все посмотреть. И когда море прохладно, они туда не очень рвутся, так сказать. Моря и острова, острова опять-таки все зависит тоже от купального сезона. Это остров Русский, Рикорда, Попова, Аскольд, все возможные острова. Впрочем, подобный отдых бюджетным не назовешь, особенно если планируешь пробыть на тех же островах несколько дней. Один домик в среднем стоит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Например, недельный отдых на базе отдыха на полуострове Краббе обойдется в 12 тысяч рублей на человека. Добавить сюда транспортные расходы, затраты на питание, экскурсии. Впрочем, отдохнуть можно и не выезжая из города. За 7 дней можно посмотреть Приморье во всем его многообразии. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова